И возвращаясь в нашу страну. Преподаватель иврита-филолог Гай Шаретт предлагает тем, кто хочет быстро выучить язык, чаще гулять по городу. Он разработал оригинальную методику изучения иврита с помощью вывесок и объявлений на улицах. За полгода на курс уличной ивритомании записались десятки новых репатриантов. Наш корреспондент Катя Бородулина также отправилась на прогулку с ивритом. Не всегда прилично читать вслух то, что написано на заборе. Поэтому преподаватель иврита Гай Шаретт всегда проверяет все вывески, объявления и граффити. Ведь они для находчивого филолога главные учебные материалы. Знаток семи языков Шаретт смог доказать, что изучать иврит весело и интересно. Это мой район. Я отслеживаю здесь все изменения. Надписи на стенах меняются постоянно. Прямо перед занятием я обхожу окрестности и выбираю выражения, полезные для учеников с точки зрения грамматики и лексики. Полгода назад я вдруг увидел, что уличных надписей хватило бы на целый учебник по ивриту. Причем учебник интересный и содержательный. Улица Тель-Авива для него открытая книга. Как по главам пешеходный урок разделен, например, на чтение объявлений на перекрестке или изучение вывесок в торговом ряду. Между тем ученики Гая едва успевают передохнуть перед очередной остановкой. Разобрать бранное выражение на стене – задание не легче упражнения по грамматике из книжки. Но Шаретт хвастается, что тягу к изучению языка такие тренировки только усиливают. Никому не хочется учиться. Всем нравится ходить по улицам. Это самый интересный способ изучения языка, я считаю. Ученики Гая, основатели так называемой уличной евритомании, не меньше своего учителя хотят, чтобы такие уроки проводились повсеместно. И язык новые репатрианты изучали в путешествиях, общении и только с улыбкой. Катя Бородулина, Михаил Шварц, Служба новостей 9 канала. Катя Бородулина, Михаил Шварц, Служба новостей 9 канала.